Продолжение следует... Мы с вами договаривались, что дальше мы свою работу будем строить таким образом. Я вам излагаю и рассказываю, ну в этом смысле тоже вместе с вами разбираясь, какие-то вещи по этапам программирования исследований, частями какими-то, да, и мы пытаемся их практиковать на собственных исследовательских проблемах, либо на чередно-следовательских проблемах для того, чтобы разбираться уже на мясе и крови, а именно, собственно, в голой теории. Вот у нас достаточно разные, ну как-то разная вовременность в аудитории, вот всякую исследовательскую практику, разные уровни причастности, поэтому я, наверное, буду пытаться говорить, ну как-то, достаточно базовые, несложные как-то вещи про это самое программирование, и углубляться только если у вас возникают вопросы, там, конкретизация какая-то и прочее. Когда мы говорим о программировании исследований, мы сразу должны учитывать два момента, связанных с этими самыми исследованиями. Первое, это то, о чем мы говорили в самом начале, о понимании исследований и от ограничения тех исследований, про которые мы будем говорить, это стали контекстом, который связан с этим словом. То есть само по себе то, сочетание программирования и исследования означает, что мы имеем в виду некоторую как-то построенную, целенаправленную и по определенным правилам организованную деятельность, и, собственно говоря, ее как-то правила и нормы, ее построение, ее целостность и ее, собственно, существование. Для меня, в том смысле слова программирование, оно несет еще один контекст дополнительный, про который я сейчас скажу, но, собственно говоря, будет процесс, любая деятельность может быть разложена или должна быть разложена на какие-то там шаги и этапы. В этом смысле исследовательская деятельность не исключение, да? Есть некоторое начало, есть чуть-чуть, я думаю, начало, нетущее, я думаю, не конца, но, тем не менее, некоторый порядок, порядок, в том числе порядок действий, он как бы заложен. К сожалению, в практике исследовательская деятельность очень часто нарушается, и поэтому есть даже некоторые профессиональные уничтоженные основания, но мы будем пытаться обустраивать как бы некоторую руку. и, собственно, в программировании в программе исследования, в программировании как в процессе и в программе как в каком-то результате или документе, организующем нашу исследовательскую практику. Есть ряд этапов и шагов, с которыми, я думаю, все, кто хоть когда-нибудь писал какую-нибудь курсовую или дипломную работу или еще чего-нибудь такое, в принципе, наверняка знакомы. Чувствуется, что курсовые и дипломы писались в разных традициях, и, в принципе, это очень хорошо. Так, звание, это, конечно, хорошо. Давайте, как это, по сути, посмотрим. Ну, в принципе, тема, какая по сути окрасилась? Вообще, это объекта предмета, по-моему. Ну, то есть, по-моему, значения по-моему. Чувствуется, что курсовые и дипломы писались в разных традициях. В разных вузах. В разных вузах, да. Поэтому наблюдается некоторая разница. Вот, если вы читали того опера, который я вам просила, то он очень эмоционально говорит об этом и, как по-моему, так совершенно справедливо. Я понимаю, что в особенно студенческой или аспирантской деятельности очень многие исследования начинаются с темы, очень многие с целей, некоторые, наверное, даже с задач или с объекта. у кого-то они, вообще, уже с результатов начинаются. Такое, наверное, тоже бывает. Вообще-то исследования начинаются с проблем, с постановки проблем. Любая научная или не научная, любая исследовательская деятельность, она начинается с проблемой... ... ... ... ... ... ... ... Мы будем проходить по всем этапам отдельно, но, тем не менее, тогда вторым. Второй составной частью этого процесса я бы написала цели и задачи. Я, собственно, почему задумываюсь на этом моменте, потому что здесь есть некоторая тонкая вещь с проблемами, с целями и задачами, с которыми мы сейчас с вами разбираемся. И она тоже связана, в том числе, с деятельностной ориентацией исследований методельно. Дальше у нас есть такой процесс, как гипотеза движения гипотезы. Что там-то я себе говорю? Объекты, предметы. Следующий этап какой у нас? Ну, да, наверное, метод, но я бы здесь еще отдельно вела, хотя это такая вещь, но, тем не менее, я бы ее вела как отдельно. Следующий процесс, который у нас есть, это методы. Методы чего? Методы сбора информации. И еще здесь бы я включила методы работы с результатами. Ну, в традиционных наших методичках, где мы с этим необычно, вот этот кусочек, если я не ошибаюсь. Принято относиться к какому-то методологическому разделу, что-то там дальше к методическому и прочему разному. Хотя, вот мне кажется, что это деление не совсем адекватное. Почему про методы исследования? Я не могу сказать методы исследования, потому что, собственно, методология и методы исследовательские, они начинаются гораздо раньше. И мы как-то должны различать методы, которые мы используем при всех предыдущих работах, потому что там тоже есть совершенно определенные методические установки. И различать методы, собственно, получения самоэмпирической информации, потому что мы должны как-то получить. И методы работы с результатами в смысле интерпретации, анализа, еще каких-то вещей. То есть, по большому счету, это просто три метода. Это три уровня метода, да. Собственно, программирование, сборы информации и работа с результатами. А к деятельности как это все относится? Это все существует в исследовательской деятельности. Исследования, рассматривая исследования как деятельность, мы можем выделять в нем вот такие вот как бы вещи. Я принципиально против того, чтобы как-то нумеровать эти этапы и задавать, ну, вы знаете, в этом смысле как-то последовательность шагов, как абсолютно правильную, эффективную данную, раз на себя существующую. Потому что, несмотря на то, что я полностью разделяю тезис Поппера по то, что как исследование начинается с проблем, на самом деле, ходы или как-то запуск исследовательской работы, он бывает как-то, включается по-разному. Это во-первых. Во-вторых, двигаясь по этим вот этапам, мы постоянно как-то должны оставлять, понимать, что у нас в любом моменте может возникнуть необходимость в возвращении к как бы противному. поскольку вплоть, я не знаю, наверное, вплоть до самого конца исследовательского проекта, да, либо какого-то конкретного исследования, мы постоянно работаем со всем этим комплексом. начиная от переосмысления проблем, там, корректировок и каких-то вещей, которые мы можем вносить в каждую из этих лент. Поэтому я их рисую скорее как процессы, да, которые мы должны как бы разделять и удерживать и сохранять связность и адекватность к содержанию каждой из этих лент другим лентом, но не предостерегая вас относиться к этому как к... то есть, мы должны пытаться переосмыслять, переоставлять задачи, переопределять объекты, разбираться с понятиями, переразбираться, возможно, поскольку, ну, в принципе, вот эта исследовательская плетя, она на то и нужна для того, чтобы... за несколько раз. Элементарные примеры, ну, собственно-таки, чисто вызванные всякими иногда обстоятельствами, да, связаны с тем, что, дойдя, к примеру, до определения методов сбора информации, мы можем понять, что нас элементарно как бы не хватает или нет возможностей или способов измерения того, чего мы определили себе на предыдущих этапах. Это означает, что либо мы бросаем это исследование, начинаем развивать, собственно, собственные методы, либо мы двигаемся по переопределению, сужению проблематики, либо ещё чего-то. Ну, не говоря уже о том, что во всём есть как бы содержательное, там, можно содержать на променении, то есть, по большому счёту, там, анализируя предмет, разбирая его на понятия, мы можем понять, что, как бы, гипотезы, там, первоначально в этом динамике были не верны, не требуют уточнуть. Это совершенно нормальная, правильная практика, только важно, как бы, про это всё время помнить и понимать. Значит, сегодня я попробую по-быстренькому дойти вот сюда, до работы с подъездом. Оставив вот эти два кусочка, тоже больших влажных, на следующее время. Итак, начинаем мы всё-таки с проблем. И с второго вопроса, что, собственно, собой представляют исследовательские проблемы? Что мы вообще знаем о проблемах? Какие, не знаю, там, есть типы проблемы? Ну, проблемы, по-моему, возникают, когда мы сужаем некосвитарящими, там, в чем-то и в чем-то. Ну, из-за того, как нас вышли классично, там, то есть, у нас все логичные, и, скажем, ну, практически такие проблемы. То есть, проблема – это, в любом случае, некоторая противоречия, да? Вот, наиболее, чтобы не загоняться в какие-нибудь, там, вегелевские или еще какие-нибудь схемы. Проблемы всегда называют некоторые противоречия вот в, по-моему, там, в социальных науках, как правило, это, там, формулируется каким-нибудь, тем самым, вот, там, красивыми, тем самым, типа, проблемы, где есть, там, суть, социальные противоречия, когда, там, чего-нибудь, чего-нибудь не соответствует. Но эти противоречия, там, могут быть очень разные. Я вот сегодня улыбалась, специально выписала два себе замечательных определения проблем, которые содержались в одном, методическом тексте, и, по-моему, замечательно отражают, вот, то, о чем вы говорите, в смысле, про социологические еще какие-нибудь проблемы, когда все смешивается в кучу. То есть, где-то в одной из методичек написано, что в науке под проблемой понимается противоречивая ситуация, выникающая уникация открытия новых факторов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических положений. И дальше же говорится о том, что проблемы есть в соответствии фактического состояния объекта, исследования желаемому или лаконируемому. То есть, по-моему, откровенно два совершенно разных определения, не представляющих совершенно проразных. И в этом смысле я бы, наверное, делила все исследовательские проблемы, с которыми мы можем работать, вернее, не делила, а по-разному описывал бы контекстовое возникновение. По большому счету, исследовательство, ну, как-то исследование, оно всегда направлено на то, о чем мы говорили, в том числе на получение новых знаний, на снижение наших специальных знаний. То есть, мы всегда в исследовательской практике имеем дело с проблемами протузанскими. Мы знания не знаем. То есть, мы знаем о том, что мы чего-то не знаем, и нам нужно с этим как-то разобраться. И источником, собственно, исследовательских задач могут являться как минимум два типа проблемы. Гносиологические или предметные — это уже другой разговор, но один источник проблем связан как раз с тем самым развитием самой науки по большому счету. Либо несоответствиями и противоречиями между теорией и открывающимися нам фактами. есть некоторое знания, некоторая теория, объясняющая некоторое множество социальных проявлений. Как только мы сталкиваемся с проявлениями, которые как бы не объясняются в теории, мы можем формулировать. По этому поводу формулируется как бы следовательские. Ну, как бы, проблемы сначала научные, потом и следовательные. Либо этот факт не относится к тем, которые как бы подвластны интерпретациям этой теории, то есть нужно разбираться, либо как бы теория. Если факт не соответствует теории, кому хуже? Есть ровно две разные точки зрения. То, что если теория не соответствует фактам, то тем хуже для факта. То есть факты мы должны исключить. Если это факты социальные, например, существование некоторых социальных групп, ребят, то их тоже нужно исключить. Понятно, почему. И со статистическими значениями. Можно предугадать, к чему это приводит. Ну, знаете. А если они становятся статистическими значениями, то их тоже нужно исключить. Только другим опытом. И, собственно, та история, которая в любом случае лежит в основании, в том числе, науки, что если факт не соответствует теории, то тем хуже для теории. То есть мы должны пересматривать свои теоретические представления. И тогда заходит такая постановка проблематики. Она задает, соответственно, как бы совершенно специфические цели, как бы объекты и задачи исследования. И второй процесс порождения проблем, для меня гораздо более интересный, в том смысле, ну, сейчас являющийся в ближайших фокусе моего внимания, это эти самые, то, что обзывается социальными противоречиями у всех методических. да. Но здесь, как бы, процесс совершенно другой, и, как правило, мне кажется, что там происходит много путинец. То есть второй тип проблем у нас связан с решением именно как бы социальной противоречия. что это означает? Это означает, что, ну, как правило, описывается это в следующей схеме. То есть есть некоторое состояние, ситуация, то есть состояние некоторых явлений, процессов, не знаю, чего угодно, которое мы называем наличным, ну, то есть то, что есть. И есть некоторое желаемое состояние. По большому счету, откуда могут браться социальные противоречия, кроме как из, там, такого представления, да, когда у нас есть данность и есть нечто, что мы считаем за мужем. И, соответственно, есть некоторый процесс перехода. Ситуация 1, ситуация 2. Исследовательские задачи, цели проблематика, как правило, возникают, когда мы говорим, что у нас есть наличное состояние ситуации, у нас есть желаемое состояние ситуации, и мы что-то не знаем про то, как из этой ситуации, как из ситуации 1, 3 и эти ситуации 2. То есть здесь вот на этой стритке возникает некоторое исследование. Что чаще всего остается за скобками? Такого рода, ну, как-то работы с определением постановки проблемы. Во-первых, определение и место, откуда определяется самая желающая ситуация. Вот я не знаю, по крайней мере большинство, ну не большинство, но очень большая часть, особенно всяких исследовательских работ, которые, я читаю, проводятся в Беларуси, полагает это самое желаемое состояние как существующее точно так же, беспорное, неоспоримое и очевидное, оприорно заданное, как, собственно, о ней и пожелаемое говорят, в общем, как правило, там достаточно просто и определенно, и про, собственно, то, чего мы хотим. Такого рода проблематика может возникать только, когда мы понимаем, в какой деятельности, в какой программе и в какой, собственно, в какой проблематике во всем остальном лежит определение этого самого желаемого состояния. Самый, ну, один из весёленьких примеров, с которыми я просто недавно сталкивалась, это попытка писать диссертацию, один из моих бывших коллег в институте, которая, собственно, строится, ну, как бы, очень таким забавным образом, ну, как бы, сам процесс мышления, сам процесс научного поиска, он строится достаточно забавно. То есть человек занимается всяко, там, в целом для семьи и всяким таким, и начинает формулировать такого рода, как бы, исследовательские проблемы, ну, как бы, для диссертации, потому что социальная противоречия состоит в, ну, как бы, противоречии между, там, низким уровнем рождаемости и потребностью в, там, каком-то, там, физическом, там, ну, короче, повышении такого уровня рождаемости. Какой, как, исходя из чего вообще может быть смутная такого рода постановка проблемы? Исходя из каких, как бы, целей, представлений? Исходя из какой деятельности? Скажите мне намерение. Ну, точно. Ну, это сдастся, ну, странно, на уровне, процедчиков. Чем больше, ну, процедчиков, тем больше. Точно. В рамках государственной политики, в рамках, там, национального интереса, да, можно ставить, можно ставить в рамках национальной безопасности, что тоже, как бы, модно. В общем, есть куча контекстов. То есть на матро, но не на микро уровне. То есть, ну, то есть, я понимаю, здесь противоречивая в том, что преследоваться это будет на микро уровне, да, а, в принципе, цели макро уровня. То есть, разная масса. Нет, тут как бы не в этом дело. Дело не в том, как бы, что доступно как бы нашему, в смысле, насколько малый кусочек доступен нашему исследованию, насколько высокие задачи мы ставим. Дело в рефлексии самого, ну, как бы, выявления самих противоречий, да. То есть, выявляя социальные противоречия, мы все должны себе отдавать отчет, в каком контексте существует это самое противоречие и то самое должное, да, нормативное, в том самом, которое мы полагаем. Мало того, что это спасает нас от дурного объективизма, это, в том числе, ну, как бы, уже в дальнейшем хорошем сроке позволяет четче и грамотнее программировать исследования. Почему? Потому что, в зависимости от того, в рамках какой деятельности мы, как бы, выявляем эту самую норму, нормативную ситуацию, мы очень сильно завязываемся на ценности, которые связаны с этой деятельностью, на доступные инструменты трансформации, например. То есть, мы должны понимать тогда, что это за, ну, как это за деятельностный субъект, что он может делать, что он не может делать, и в этом смысле, например, выбирать для исследования те, как бы, стольные факторы, которые вообще подвержены нашему воздействию. Потому что вообще мир, особенно социальный, он имеет, как бы, кучу всяких интерпретаций. И вот, когда мы безрамочно к этому подходим, мы можем наградить кучу всякого бархла, которое потом будет абсолютно один день применения. Соответственно, это, как бы, первое, на что обязательно нужно обращать внимание, это на то, что вот эта вот наша желаемая, некоторая желаемая ситуация, ну, как бы, некоторая нормативная ситуация, которую мы хотим привести на личное состояние, она всегда определяется, исходя из каких-то деятельностных, прагматических постановок. И второй момент, который тоже очень важно здесь учитывать, связан с переводом, таким образом поставленных проблем в проблемной исследовательстве. Вот гнисологическое и предметное. Я не знаю, может быть, часто различают по-разному. Я помню, что у нас вы учили, что каждая проблема имеет предметную гнисологическую сторону. Мне это страшно нравилось. Это, как это, ищенная правда в этом смысле. То есть, если мы имеем деятельностные противоречия, либо, как бы, деятельностную задачу, в которой мы знаем решение, то, однозначно, у нас есть, как бы, предметная сторона, ну, то есть, собственно, само, как бы, социальное противоречие. И однозначно, у нас есть эта самая гнисологическая вещь, которая... Вопрос в том, что для того, чтобы... Двигаясь в такой логике, для того, чтобы дойти от практической постановки проблемы, это описание, как бы, проблемы в практике, постановки исследовательской проблемы и исследовательских задач, нужно пройти довольно длинный путь, который, вообще, на самом деле, проходит очень редко. Самый, вот тот же этот самый, тот же пример про диссертацию про деторождаемость, он просто, вот, яркий в этом смысле, хотя, думаю, это встречается не так часто. То есть, предметная сторона проблемы состоит в чём? В несоответствии желаемого уровня рождаемости наличному, а гнисологическое в чём? В том, что мы не знаем, почему так оно все дело обстоит. Ну, то есть, не знаем факторов, там, ещё чего-нибудь, пятого, десятого. Вот, это не установка исследовательской задачи, это как-то признание собственного бессилия. По большому счёту, работа с такими социально значимыми проблемами подразумевает уже достаточно как-то широкий пласт осмысления, поисков, там, каких-то вариантов, прототипов решений, ещё чего-нибудь, с тем, чтобы выявить реально область незнаний, которые у нас лежат. Потому что, по большому счёту, иногда для того, чтобы решить проблему практическую, нам не нужны никакие исследования. Нам достаточно посмотреть схему велосипеда, который не забыли порой веков до нас. И очень часто, якобы, исследуемые социальные противоречия, они, на самом деле, не несут на собой вот это, ну, как-то, превращение знаний. Но, на самом деле, они как-то не требуют исследовательских задач, они требуют иных задач, выполнения, как бы, иных операций, ну, там, проектирования, да, там, управленческих каких-то там механизмов, ещё чего-нибудь, но совершенно не требуют исследований. Для того, чтобы вообще добраться до исследовательской задачи, то есть перевести наше практическое затруднение или противоречие, которое у нас есть между тем, что есть и тем, что должно быть, нужно провести, как бы, анализ проблем. Вот, опять же, в традиционных схемах обычно это там задаётся так, есть проблемная ситуация, есть проблема, да. То есть нужно больше удобно и красиво описывать проблемную ситуацию для того, чтобы потом выйти к чёткой формировке проблем. Вот, для меня это, ну, там, перепостные какие-то, да. То есть вот деятельностные задачи, как бы, социальные задачи сначала нужно перейти вообще к вот самой задаче, достаточно просто иногда формулировать. Перейти к проблематизации, ну, то есть довести её до того уровня, когда мы наталкиваемся на действительную. Мы гипотетически предполагаем, в чём именно лежит противоречие, которое нам необходимо преодолеть. Причём противоречие преодолимо, принципиально преодолимо. Ну, потому что если мы уверены, что это всё зависит от космоса, то, скорее всего, нам ни исследования, ни практика в этом месте больше не грабят. Потому что мы космические лучи, мы пока вот действовать не можем. Соответственно, мы должны это вывести в некоторое, как бы, в принципе, разрешимое противоречие и только исходя из него пытаться анализировать, ну, как-то натыкаться тогда на эти самые пределы, пределы незнаемых. Потому что вот знание о незнании, оно предполагает достаточно высокий уровень, ну, как это говорят, гонки приближения к границам знаний, да? Ну, Кузанский когда-то формулировал, он предполагал, что формулируя такого рода проблему, мы вышли на границу вообще как бы нашего знания, наших представлений, в наших смысле человеческих. Вот до них ещё можно дойти. Но единственное, как бы, что важно в этом месте, в социальной практике и в социальных исследованиях, это, опять же, возвращаясь к нашим обсуждениям первого периода, вот эта самая контекстуальность и ограничение социального знания определенного рода временем, местом его производства. Разбираясь с теориями, со всем накопленными человечеством у нас по какому-то поводу, разбираясь с прецедентными решениями, например, там, сходного рода задач или проблем, мы всегда понимаем, что это знания и эти решения обрабатывались в определенной исторической, фифокультурной и прочей разной ситуации и должны как бы так примерять те концепты и те решения, которые как бы есть, к нашим условиям. В этом смысле здесь очень важно держать вот этот баланс на границе. Граница того, что, по большому счету, на самом деле, про все, про что вы можете спросить в исследовательской технологии, в истории субинитарных наук наверняка есть уже какие-нибудь ответы. И также наверняка они не применимы в прямую к решению той проблемы, которой вы занимаетесь. Только вот этот баланс на этой границе позволяет нам адекватным образом формулировать уже какую-то исследовательскую проблему, то есть, собственно говоря, формулировать то, какого именно знания, знания о чем нам не достает для того, чтобы разобраться с нашей вполне конкретной задачей, приведенной до уровня сохранения проблемы. Про проблему я, наверное, сказала все, что хотела. Если к этой части вопросов было. Вопросов нет? Если я правильно понимаю. Отлично. С целями и задачами, в принципе, все проще и сложнее. Наверное, проще. В этом смысле понятно, что целью исследования является некоторым предвосхищенным нами результатом. И формулировка целей, опять же, очень сильно зависит в этом месте от того, с проблемами какого типа и куда направленных мы имеем дело. То есть, если целью вот такого, как практико-ориентированного исследования, социального исследования всегда является или должно являться появление и выяснение некоторых обстоятельств, позволяющих нам разрешить то противоречие, исходя из которого мы, собственно, все это затеяли. Соответственно, целями исследования, ориентированного на развитие самоисследовательской практики, либо навыки, является приведение в соответствие. Приведение в соответствие некоторых, ну, в общем, теорий из практики, по большому счету. И это может быть, там, разработка понятий, теорий, чего угодно, за чему угодно. Опять же, достаточно часто оно получается так, что цель исследования, с проблемами исследования связана весьма странным образом. Хотя, ну, это должно быть как-то четкое логическое соответствие. С задачами исследования, в общем, я думаю, тоже все достаточно просто. В том смысле, что, ну, в некоторых традициях видишь зря. Такого я, хотя это хороший операциональный ход. То, что помогает нам организовать собственное опознание. И, по большому счету, как правило, задача исследования, ну, если прописывать не для галочки, а для организации собственной работы, ну, вот, строится, примерно, там, под мультиком. То есть, либо это некоторые этапы, некоторые шаги последовательные, которые нам нужно совершить для достижения нашей цели, либо это некоторые области, видимо, как-то разнопоряд, ну, как-то несколько уровней, которые нам нужно пройти в параллельном режиме уже для того, чтобы собрать, собственно, эту самую цель. То есть, по большому счету, цель исследования – это то, что мы хотим получить, собственно, при проведении исследования, какой-то там образ будущего, который мы себе программируем, ожидая, что мы к нему старательно придем. А задача исследования – это то, что возникает, когда мы осмысляем то, каким образом мы собираемся до этой цели дойти. Задачи, как правило, являются гораздо, ну, как-то, гораздо конкретнее, да. То есть, под ними принимаются, скорее, конкретные, могут быть стимулированы, видите, там, конкретных, конкретных деятельностных вопросов – инновационных, литератических, методических, информационных, каких угодно, которые нам необходимы решить для того, чтобы, собственно, цели достичь. И в этом смысле для того, чтобы наши задачи были задачами, нам необходимо, там, проверять их на три, по трем критериям, скажем так. То есть, это, во-первых, мы, собственно, деятельность на характерах, то есть, каждая задача означает нам задание самому себе, да, деятельность на природу имеет. Второе – это ориентация на цель, то есть, связанность с целью. Необходимо понимать, как каждая задача связана, собственно, с целью, в каком месте и в каком, как бы, этапе она, как бы, там, находится. И третий критерий – это критерий решаемости. То есть, в принципе, формулируя каждую задачу, мы должны понимать, как мы будем решать, что она решаема, в принципе, для того, чтобы, собственно, понять, как мы достигнем, собственно, самой цели. Можно пример? А можно пример? Ну, давай. Приводи. Не-не-не, это во-вторых, и тайный пример. Мы понимаем. Ну, сформулируем проблемы, а мы-то сформулируем цели и задачи. Ну, так а что за детский сад? Где же я тебе возьму пример просто так? У тебя много же примеров из деятеля? Разных, других научных и околонаучных. Ну, не верно. Может, я тебе тебе так расскажу? Понять, что ты говоришь. А так очень, в общем, цели следуют непонятные. А дайте понятно. Значит, мне же делать. Понятно, что ничего не понятно будет. Поэтому я хочу пример. С предыдущим примером так и не понял с этой диссертацией. В чём вам важно? То есть, как иначе-то было, а... Там нет никакой проблемы с инфизионом. Ну, это проблема. В отсутствии проблемы. В общем, да. Конечно. Исследование, которое делается без проблем, это не исследование. Это, конечно, не проблема. Опять же, для исследователей, наверное. Но для нас, в общем, беда. Да. Ну, я просто думал, что... А если перекормулировать в облево... Ну, там тоже, как-то цель, там, в смысле, крайне обозначить. Там, не знаю, разработка методов стимулирования к влечению дождаемости. Нет. Она защитила её диссертацию? Она ещё даже не написала. Она приходила консультироваться, и... Это не это самое. Я, к примеру, это привела для того, чтобы понимать. От кедова, собственно говоря, вытягиваются социальные противоречия. И как мы это формулируем? И понимаем ли мы, что мы формулируем, собственно говоря? Вот и всё. К большому счёту, там, формулирование такого рода исследовательской задачи, исследование факторов повышения рождаемости Республики Беларусь, вполне осмысленно. Да, конечно. Страшного в этом ничего нету. Я говорю, если мы понимаем, что и откуда мы берём, то это в этом смешно. Проблема была, например, стыльный. А, Тони, давай какой-нибудь образ найдём, который нам это интересно. Ну, потому что... Мне тебе про свою диссертацию сейчас рассказываете? Ну, можешь про свою. А вы что, в магистратуре учились? Отлично. Честно. Вы хотите... Нет, про диссертацию я вам рассказать ещё не буду. Нет. Тем более, что это далеко не лучший образец исследовательской деятельности. Нет, диссертация, в общем, ничего было. А, а... А, а, ааа... Что я вам придумала, что ли я здесь... Продолжение следует... 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 Противоречие? Я его пытаюсь найти, чтобы избежать исторической, чисто описательной работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, то есть у нас прикладные вещи, действительно, то есть получается, хотелось бы зарабатывать больше, зарабатывая меньше, чем хотелось бы, и отсюда уже проблема, да, повышение эффективности деятельности, там, торгового отдела, вот, блядь. Отлично. Шикарные противоречия? Ну да. Отлично. В чем тогда цель исследования, которое проводится для решения этой противоречии? Как они там выглядят? А, вот, кстати, я сейчас покажу. Цель исследования, ну, там вот как-то в этом плане всегда сложны цели и задачи, потому что обычно цель формируется следующим. Разработка методов повышения эффективности, в каком-то отделе тоже. В каком-то задаче, вот это тоже, как, это все. Разработка первого метода? Разработка второго метода. Разработка третьего метода? Ну, там определение эффективности. Вот это мы идем все процессовым. Какие у них противоречия? Ну, какие? Какие ты проводил исследования? Какими целями? Да, я вспомню. Вспомню. Я буду вспоминать стол. Так что, на основном, это уже... Ну, что, ну, что, там ничего уже не помню. Вспомнить конкретные формулевки, а конкретные формулевки... Мало того, что мы не помним, чем у нас учат, мы не помним, что мы делаем. Я не помню, что ты родил, я не помню тут доклады формулевки, как они изучали. А своими словами? Да, своими словами. Ну, мне до этого не делаешь. Ну, понятно. Это не за дзвихами наробится, когда сидишь, думаешь, промыли. Женечка, в чём у нас состоится исследование подожинок, в котором ты участвуешь? Так. Ну, это доследование подожинок. А свои средства? Выучить, ну, как это, доследовать городской асироти, как дожинки уплывали на отменывание городского ланчастров, и выучить на верховании, на стройах, амадьян, ставлений и графики. Ну, так это, трансформация, преобразование. То есть, цель исследования, например, всеобщего республиканского праздника дожинки, на ландшафт, на изменение ландшафта города, и что-то ещё? И верхование подставки для этих изменений у самих городов и родов. Ну, то есть, это, собственно... Два суперечных таких. Нет, да не суперечных, они просто немножко разные. Ну, да. В смысле, это, как бы, две разные, это, скорее, уже задача. Ну, то есть, я уже так договорилась, из-за того, чего я понимаю, про эти исследования. У нас сейчас есть специалистская группа, которая занимается этим самым дожином. И, по большому счёту, цель этого исследования, ну, то, сколько может судить со стороны путешественного участия, и, насколько можно видеть жилья, состоит в том, чтобы проанализировать дожин, как момент, влияющий на элемент трансформации города, городского пространства. В этом смысле городского пространства в широком смысле. И, там, эта цель конкретизируется в, там, разного рода задачах. Там, влияние дожинок на изменение культурного ландшафта, ну, как бы, архитектурного и культурного ландшафта города. То есть, всё, что связано с изменением, там, топонимики, с изменением всяких разных исторических памятников, которые есть, инфраструктуры и всего остального. Мы начинаем привозить пример про цели и задачи и исходим из проблем. Давайте сначала про цели и задачи я Тоню расскажу. Ты же спрашивала про примеры. Интересно уже. Интересно, я просто удивилась ходом. Я, наверное, нагло чего-нибудь по ходу, но я себе представляю следующим образом. Цель исследования влияния дожинок на изменение городского пространства. Задача исследования. Проанализировать влияние дожинок на изменение архитектурного пространства для развития города. Выявить отношения и включённость жителей этих самых городов в эти самые изменения. Понять, проанализировать... Что там вы ещё делаете? Проанализировать стратегии, применяемые в разных городах, в реализации этого самого дожиночной революции, то есть переустройства дожиночного. Проанализировать включённость городского сообщества, я в кавычках понимаю, что у нас нет сообщества, но тем не менее городского влияния города на реализацию этих стратегий. Ну вот как минимум четыре, которые я могу набросать на скидку. Из какой проблемы, из какой противоречия исходя Степана Стурейко, который реализует это исследование, я в общем знаю не до конца. Но могу как минимум набросать предположение. Предположить, да. Гипотезы. То есть, реверпеливых гипотез уже потом создали проблемы. По поводу того, на какой проблематике основано это исследование. Одна из возможных в этом смысле проблем это связанная с понятием города и городского развития. То есть дожинки это некоторое явление в нашей жизни, которое так или иначе меняет города. Хотя это сельскохозяйство? Это отдельная прелесть, которая связана, в общем, с нашим, в том числе и с тем концептом города, который монсфируется в Зву Беларусской системе управления, скажем так. Но тем не менее, дожинки это феномен, который меняет какой-то городок, малый городок и противоречивая в этом смысле как бы может состоять ну, к примеру, в том, что такого рода вещи с изменением ландшафта должны изменять и городскую среду в широком смысле. и конструкционные, и как-то материальные эффекты издание переустройства городов в процессе подготовки дожинка меняет городскую среду. меняет ли, исследовательский вопрос в этом смысле состоит в том, меняет ли это восприятие жительного города, переустройство городской среды как таковой. Не только материального, так само материальный комплект, а там представление о городе, там осознание города, оценка как бы своего города и прочее разные. у нас есть какая-то теория определенная, и мы по большей части даже проверяем, насколько факт соответствует этой теории, потому что я пока не вижу, что это желаемое состояние между проблемой противоречия, о которой мы до этого и говорили. Окей, а можно сказать, что мы просто описываем способности? У нас проблема в общем-то в том, что у нас с нема веда, одно строительство этого феномена. Мы просто проводим доследование и описываем его, тем самым как бы отремливаем некие веды про этот феномен. То есть когда у нас лично есть какой-то объем знаний, то есть желаемое состояние увеличить этот объем знаний. Все. Точнее, или нет знаний, а желание... Жень, расскажи, у вас как происходит? Или не так? Будем Жене сказать. Женя, которая дедная, сказала, что я никак не могу участвовать. Понимаете, вот по мне, поскольку я внешний наблюдатель этого исследования, по мне дело стоит именно так. То есть это Расстепан, который изучает вообще архитектурное наследие, заботясь этими вопросами, для него этот вопрос изучения, превращения знаний о том, как проходится по Беларуси вот этот вот каток, с какими эффектами, с какими последствиями, с какими этими самыми. Другое дело, что у того же Степана есть как-то деятельностные установки этой дачи по поводу как-то правильного типа работы с архитектурным наследником. И для него как-то, ну, залог, в том числе как бы использования результатов, состоит в возможных поиске возможных ходов и механизмов по изменению системы принятия решений. Да? Да. В этом смысле. Но это как бы надстройка, да? Вот при этом моя надстройка сейчас. В этом смысле как бы вот проблематику там либо одной составляющей проблематики там этого исследования, про которое мы сейчас говорим, можно формулировать там именно в этом залоге, как получение как бы знаний о неисследованном экономике. Да. Либо, если тогда уже так вот… Так, я думаю, правильно? Потому что, можно, если мы либо так… У нас имеется в настоящий момент там не очень корректное использование, там даже не знаю, не очень корректное изменение архитектурного ландшафта, да? Хотелось бы, чтобы оно было лучше. И проблема, как раз таки, в исследовании – это вот, что приводит к недопустимому изменению? Наверное, можно было бы так, но это уже как бы будет… Не потому, что это, как мы сейчас приписываем, мы сейчас всё равно приписываем. Ну да. Какие-то цели исследователей, про которые мы плохо знаем. Вот. Но просто вот, если так ставить задачу, то я бы тогда могла поставить… формулировать по-другому проблему в… В дожинках? В дожинках же. В связи с теми же дожинками. Связанную с тем, что система принятия решений по поводу переустройства городов непрозрачны сейчас. То есть, решения, программы переустройства, прочее, разные, принимаются где-то или где-то какими-то там органами, или ещё и те, без соответствующих там общественных экспертиз, без, уж понятно, согласования, либо какого-то, ну, каких-то процедурных механизмов согласования, собственно, с жителями там этих самых городов, которые переустраиваются, собственно, без внятных и прописанных, собственно, порядка стратегий, к которым можно относиться. И вот это дожиночное исследование, как по мне, в том числе, там работает, могу оба работать, я надеюсь, что работает, на выявление механизмов принятия решений и на поиск точек входа, то есть тех точек, в которых можно включаться гипотетически, в эту систему принятия решений, и с тем, чтобы делать их более адекватными, более нормальными, более соответствующими тем установкам, которые исходят из, ну, не знаю, например, из представлений о городской среде, либо из представлений об архитектурном исследовании. Очень рада вам это представить. И тогда наша, как бы, проблемная ситуация состоит в том, что мы имеем одну систему принятия решений, а хотим получить другую систему принятия решений. А исследование направлено на то, чтобы найти, собственно, способность механизма перевода, да, в трансформации одной системы принять решения, а в другую. Ну, просто нет, да, не такое, насколько это, в принципе, адекватная привязка до дожинок, потому что, в идеале, логика, конечно, не такая, что мы хотим отремонтировать головные улицы некого города, и давайте там проведем дожинки, а наоборот, как бы, ремонт, это, ну, по сути, некий побочный эффект, а вот головные мероприятия, это некое светкование. Ну, а не проблема, да. Ну, некая привязка, в принципе, такая. Я сама согласна. А Калипье сформулировать так, что отбывается с традиционным обрядом об обденках державы, якие смешные, ну, что об обденках Лукашенко, вот, традиционный обряд, и что отбылось, и кали держава взялась за эту справу. Постала ремонта. Ну, и вот все эти трансформации, которые отбылись, а в том числе и архитектурные, это как в подпункте маленький был. Что отбывается в угле за всем обденковых держав, а с одним вас такие вот, а что у нас? Сейчас из другой прагматики, да? Из другой прагматики, и из другой, ну, как-то из другой области вообще постановки. Ну, так оно так и есть, по самым незаконным это традиционный обряд. И что отбылось, когда берут неудет специалисты, а скульптуры, а что отбывается, когда держава взялась за эту справу. А что делать, когда участники за ними берутся? Они специалисты, а участники. Одно и то же, материально наблюдаемое явление мы можем взять как бы в совершенно разных проблематиках, да? То есть, дожинки, как обряды, традиционное, как бы, традиционное, какое-то, культурное, там, явление, да, на Беларуси. И его трансформации в, там, современном состоянии, да? То есть, то, во что это, как бы, там, было трансформировано, для каких целей и задач, и прочее разное. Это совершенно, как бы, отдельный аспект отношения каких-то дожинков. то влияние, которое проведение дожинок оказывает на город и городскую сульту, это совсем другой аспект. Понятное дело, что в этом мире все, как бы, связано, особенно, если это, как бы, одни и те же этажинки, но это, это совершенно разные подходы. А что стало с ограничением? Совершенно разные проблемы, а? Ну, я говорю, сам деморализован, так само. То есть, это, один статкунт, где, там, ремонт зрабель, а деморализация? Ну, понятно. Нет. Про этот самый, про то, применимо как-то, возможно или невозможно, как бы, решение, как бы, такой проблематики, про которую я сейчас вытумываю на примере дожинок. Я с вами согласна, что это, как бы, точно не только дожинки, что это, как бы, вещь, которая, система управления, система принятия решений, которая реализуется совершенно, как бы, в разных вещах. В этом смысле, там, беря дожинки в качестве, в этом смысле, объекта исследования, мы понимаем, что это некоторый кейс, да? Это некоторый пример. ну, как бы, один из процессов, на которых вот это все разворачивается. В этом смысле дожинки, между прочим, очень хороши. Ну, да. Это разумеется. По сути, ремонт отбывается, как бы, не потому, что там дожинки, а потому, что дожинки съят оттуда переездить, по сути, президент, и мотивация именно этого и там, а не потому, что там, где съят, друг, показать, главные улицы, что они такие, какие должны быть. То есть, как бы, видите, ремонтуют тегердай, у каких будут дожинки, да? Вы сейчас пытаетесь переосмыслить это исследование в совершенно других исследовательских задачах. Я не знаю, пока проблему, но исследовательские задачи точно. Ваш исследовательский вопрос, который вы сейчас ставите, он состоит в том, как белорусские чиновники представляют себе идеальный город в глазах президента. Я бы так сказала. Правильно. Ну, это тоже, как бы, возможный исследовательский вопрос, конечно. Хотя, непонятно, ну, для меня деятельностная ориентация с этого вопроса. Поскольку способов изменения глаз президента у меня, как бы, нет. И, собственно, как этой установки на важность этого всего, ну, как это, непререкаемо, неприходящее, в общем-то, то. Хотя, наверное, можно задаваться... О, можно по-зубому, так вот. Проблемная ситуация, что ремонт, где-то отбывается только тадыкали, там отбывают задажинки, а не потому, что так мое быть. Проблема тут такая. Есть архитектурное наследие, есть проблема. Нет архитектуры, нет проблем. Ну, можно сказать, давайте подвернемся, если мне не хочется, по цели, задачи. Вот, надо осуществлять каждую задачу три проверки. Давайте, на этом же примере, да, мы цель обозначили, да, и вот задачу сформулировали какую-нибудь, например, исследовать, что мы там решили, что надо, исследовать, как изменяется ландшафт, да, ну вот мы задачу определили, чтобы анализировать, как изменяется, там, ландшафт города, да, при поведении дожинок. Вот задача наша. Мы ее проверяем на первый пункт. Я, к сожалению, первый просто не услышал, поэтому не могу сказать. Первая, это деятельность. То есть, это предполагает некоторую деятельность. Ну, вот, как мы ее проверим? Предполагает это деятельность или нет? Предполагает, конечно. Ну, в смысле, в какую деятельность? Исследование, инисследование, анализ? Это компетизация. То есть, мы понимаем, какой конкретный аспект у нас, как бы, в этом месте лежит. Конкретный аспект деятельности или нет? То есть, конкретный аспект исследовательский, конкретный аспект материальный объект. Да? То есть, предполагается, что мы знаем, каким образом мы должны выполнить эту задачу. Мы это знаем. Мы имеем инструменты определенные. Это третье. Это решение. Это третье. Ну, оно означает все таких слов, как «зафиксовать», «вызначить», ну, «показывать», «показывать». Ну, точно, То есть, определить влияние, определить, что на что, влияние, чего на чего. Я не тот самый, не понимаю ваших сомнений на этом смысле. Не, ну, почему-то же мы их разделили, да, вы их разделили, вы не отнесли все в первый пункт, там, все-все три в совокупности. Да? Ну, понятно, что задача должна проверяться по всем трем пунктам. Только если соответствует всем трем пунктам, отлично, мы идем дальше. Ну, вот, я как бы хотел увидеть вот именно вот это разделение, вот первый пункт, что такое деятельность, и что такое вот решаемость. Решаемость, я понимаю, да, вот связанность с целью, тоже понимаю, а вот что такое деятельность, мы понимаем. просто это лишь показать задачу, а не отпредать нашим критерам. Ну, вот, я вот поэтому и спросил, для примера, вот задачу мы поставили, да, вот как она соответствует, насколько она соответствует нашим первым критериям. То есть, по какому пункту вы решили, что она соответствует? где? Это, например, вот этот же вопрос был. Наверное. Не знаю, ладно, я вложил, да, свой вопрос, а не важно. Ну вот, наверное, да, мне как-то даже трудно сформулировать недеятельностную задачу. Посмотреть телевизор, недеятельность, недеятельность. Дело же не в этом. Дело в том, что, ну, не знаю, можете рассматривать, когда это как избыточное, в том смысле, что... Есть цель в деятельности. В этом смысле, как бы и цель, и задача, и непонятно дело, что формулируется как-то в деятельностной залогике, ну, как бы некоторая профессиональность. Наверное, это может быть по-другому. У меня задача, если честно, я про это подумаю. Это проблема в одном каком-нибудь в дальшем будущем. Не, ну, потому что, как бы, знаешь, у меня не из ниоткуда взялось, что-то я имела в виду, когда про это думала. Ладно. Значит, новое направление должно быть непонятно. Разобравились мы с целью ими с задачами? Ура, не исключив этот критерий. Хорошо. Останавливаемся, значит, на двух критериях на данный момент в соответствии с целью и решаемости достижимости, скажем так. А что у нас там с следующим пунктом? На каком месте разбирается? Гипотеза. В каком месте стоит очень плохо? А вы в каком месте? Вы с целями и задачами разбирались, а вы в каком месте? А вы курили в этом месте, понимаете? Да, понятно. Гипотеза, да. Гипотеза. Ну, в общем-то, мы обычно, когда говорят о программировании исследований, они выделяют такой этап, как будет у меня гипотеза. По мне, так это тоже, собственно, ну, как-то рассыпанный, собственно, по всему исследованию, но, с другой стороны, где-то в каком-то моменте эти самые гипотезы нужно фиксировать. Почему? Потому что, собственно, что такое гипотеза? Гипотеза – это некоторое предполагаемое решение проблемы, которое мы полагаем, как возможное, вероятное, и смысл этого полагания состоит в том, чтобы задавать нам, собственно, направление поиска. То есть, от того, грубо говоря, от того, как мы вспомним гипотезу, зависит то, чем мы получим. в принципе, есть тоже куча всяких разных правил и установок по поводу формулированного гипотеза. Я думаю, что вы где-нибудь их обязательно встречали. не знаю, все ли они так уж нужны, но, во всяком случае, там, у меня там важно, наверное, отметить два момента. Во-первых, что подвижение гипотеза, любой формулированный гипотез, с одной стороны, процесс очень творческий, с другой стороны, работа, уточнение и прочие разные правила, некая предварительная формулированная гипотез должна опираться на серьезную проработку, в том числе, как бы, опять же, все достижения человеческого знания. То есть, по большому счету, формулируя гипотезы, мы, ну, как бы, нужно понимать, что они не должны входить в противоречие с тем знанием, например, которое мы принимаем за основу, да, нашего исследования. Оно должно находиться там в согласии, там, быть совместимо, собственно, с теми эмпирическими факторами, которые мы собираемся исследовать. Ну, есть еще всякие установки, которые связаны с необходимостью всякой научной новизны, но, в общем, это, как бы, нормальная установка про то, что наше предположение, которое мы формулируем, должно быть лучше и вполне, чем всякое другое, объяснять, как бы, те явления и факты, для объяснения которых мы его привлекаем. Ну, иначе, как бы, нет смысла в этой самой гипотезе. При подвижении и проверке гипотез, по-моему, еще ряд правил, часть из них касается, ну, как это, принципа экономии мышления, либо, там, камовской бритвы, или еще чем-то такого. То есть, установка на, как это, возможно, как можно, как можно, более ограниченные круги гипотез, объясняющие, как бы, наше явление. То есть, если мы, мы должны стремиться к тому, чтобы, как бы, основной гипотез у нас сокращать количество основной гипотез, выдвигая такие, которые могут меньшим количеством объяснять большее количество фактов. Но это они. Еще одно ограничение, это то, что при удвижении гипотез мы должны понимать вероятностный характер повыводов, которые мы получим в результате. Наши гипотезы в рамках одного исследования не должны противоречить друг другу, что часто случается. и последний немаловажный принцип это то, что гипотеза должна быть доступна проверка результатными исследованиями. При выдвижении гипотез, как это, проверка подтверждения гипотез, всегда проходит два этапа. Если мы будем делать эмпирическое исследование, это теоретическая проверка и эмпирическая проверка. То есть, теоретическая проверка это опора, ну, как-то проверка на логичность, предполагает опору на логику, анализ каких-то других имеющихся знаний, которые мы принимаем в качестве основы целого исследования, в рамках которых эта гипотеза выдвигается. Соответственно, нейтрические способы проверки, это уже проверка через исследование исследований. Не только в социальных, но и в социальных исследованиях есть еще, существует такое разделение на гипотезы основания и гипотезы следствия. Как, ну, один из возможных реабилитических дизайнеров. Не обязательно это как стоит, но такое бывает. В этом смысле гипотеза основания это та гипотеза, которую мы не можем проверить напрямую, а можем проверить только с помощью гипотезы следствия. гипотезы следствия. Ну, то есть, просто такая схема во всех самых понимаемых, когда у нас есть некоторые основные гипотезы. Есть несколько гипотез следствий, которые доступны непосредственной проверке и таким образом связаны с нашим гипотезы за основанием, что при их подтверждении мы можем говорить о том, что гипотезы за основанием также верно. Но на самом деле такого рода построение, такого рода эсталинский дизайн, такого рода построение, оно весьма проблематично в социальных науках и всегда имеет ряд ощущений не упрощения, связанных, во-первых, с тем, что такого рода речь построена как бы то ни было на индуктивной логике. Анатомно-индуктивно-индуктивной логике построена, то есть сначала мы выводим из некоторой основной гипотезы частные, а потом путём проверки пытаемся доказать, что исходная гипотеза тоже верна. Но при всём при этом мы понимаем все недостатки индуктивного вывода, которое нам нужно применить, и всю неполноту нашей гипотезы. То есть когда из гипотезы основания мы выводим некоторые проверяемые гипотезы исследования. В этом смысле если мы имеем возможность достаточно чётко доказать с большой долей уверенности гипотезы следствия, мы имеем возможность гипотетически с какой-то иногда проверяемые, иногда не проверяемые вероятности, и то, что гипотезы основания тоже может быть. гипотезы вот это так. Что ещё мы должны про гипотезы сказать? ну собственно ещё одна опять же вещь, к которой нужно очень аккуратно относиться, нужно всегда очень осторожно разбираться отдельно, я думаю, что мы сейчас не сможем долго говорить, возможно в последней части это вообще причина связи большинство гипотез во всяком случае направлено на явление некоторых причинно-следственных связей. А коллагодарные связи в социальных наук это вещь весьма весьма сложная. В этом смысле там строгом смысле в строгом подходе гипотезы превращается в такую истину, если нам удается доказать, что из нее и только из нее одной вытекает следствие, наличие которого к нему установлены. И очень большая беда в социальных исследованиях как раз с этой оговоркой из нее только из нее. Даже если мы поможем доказать стойку в поле угодно стойку специалистическую зависимость между двумя переменами, это еще совсем не значит, что одна из них является причиной, а вторая следствием. не тем не менее, без формулирования, переп формулирования, уточнения, утвержения и прочего разного вы выходите в процессе исследования. Исследовательский поиск носит весьма хаотичный характер и мы получаем результаты, которые потом никак невозможно не проинтерпетировать и с ними работать. Кто нет, то ты руку тянешь. Опять пример хочешь? шумели, я просто положила руку на стенку. Так, я думала, что мы сегодня еще успеем разобраться с объектом, предметом и рационализацией понятий, но я бы это вообще не начинала, потому что если осталось 10 минут, потому что да, будет много примеров, и там, в общем, особенно рационализация все равно собирается вся эта проблематика, которую мы на этом завязываем, либо проскочим, либо завязываем. Тогда с объектом, предметом и рационализацией это я в следующий раз. Мы в следующий раз этого начнем. В следующий раз это вслед. Ну, тогда у меня к вам домашнее задание. я думаю, что мы наше практическое обсуждение можем делать короче мнение в зависимости от наших потребностей, но начнем мы тогда как раз с примеров. Раз уж нам сегодня так не хватало. Значит, у кого хоть какая-нибудь исследовательская практика есть, в этом смысле неважно, какой дисциплинарности или еще чем-нибудь попробуйте поиграться с теми этапами, которые вы сегодня проходили, о которых мы говорили. То есть, постановка проблемы, определение того, что это за проблема, может быть доберется, характера или что-то, почему, с определением целей задач исследования, с выдвижением некоторых предварительных людей, с не рабочих, еще и предварительных. это один вариант домашнего задания, который можно выполнить. Второй вариант домашнего задания для тех, у кого нету реальных заходов чего-нибудь исследовать, но очень интересно поразбираться с тем, как же это все-таки бывает. Я бы предложила такую вещь. Ну вот одно из наиболее так хорошо и полным, допустим, достаточно огромное исследование ветки в элементарно-технологии, исследование по развитию малого драка. Я бы предложила взять материал и попробовать поисследовать его, на этот предмет. То есть посмотреть на артефакт, то есть есть выполненные исследования, попробовать установить из него проблему, на которой оно стоит, цели, задачи, ну и собственно все по списку дальше. как некоторую практику. Хорошо? Все тогда. Спасибо. Спасибо. за субтитры.